На Ленинской глобальные перемены. Участок улицы от первого дома до полевой, это более трех километров, отремонтируют за два года по нацпроекту безопасные и качественные автомобильные дороги. До августа в порядок приведут квартал от полевой до Чкалова. Вдоль нового дорожного плотна уложат бордюры, сделают тротуары таким образом, чтобы дождевая и талая вода не заливала подвалы рядом стоящих домов частного сектора, так как здесь не предусмотрена ливневая канализация. Мы будем считать уклон от здания в сторону проезжей части и все ливневые, все остатки будут с тротуаров выходить на проезжую часть, а с проезжей части будут уходить у нас с полевой до Чкалова по существующему рельефу. На Чкалово есть ливневая канализация и все остатки будут вступать в ливневую канализацию. Местные жители и арендаторы офисов довольны. При проведении ремонта городские власти прислушались к их мнению. На самом деле очень здорово, что ведутся работы. Особенно хорошо, что уделяют внимание вот этим, как вы называете, приямкам, чтобы не заливалась вода, что их огораживают. Поэтому я как раз арендую помещение, у которого есть вот такое вот подвальное окно. Поэтому очень будет здорово, если все будет качественно выполнено и вода никогда не зальется в помещение. В 20-х числах июня новое покрытие появится на дороге по четной стороне улицы Ленинская до перекрестка с Чкалово. По нечетной обновление произойдет в конце июля. Общая площадь составит 4000 квадратных метров. Полностью движение по четырехполосной дороге перекрывать не будут. Качество работ и график выполнения ремонта на всех этапах, помимо городских властей, проверяют и представители партии «Единая Россия». После ремонта они продолжат следить за состоянием и эксплуатацией дороги. Работы идут уже недели три. По нашему мнению, работать можно быстрее. Но подрядчик обещает уложиться в оговоренные контрактам сроки. Зачем, мы и проследим, конечно. А о качестве производства работ можно будет говорить после того, как заказчик с помощью своей лаборатории возьмет испытания асфальтобетонов и других типов покрытий. В следующем году Ленинскую продолжат комплексно ремонтировать. Появятся дополнительные парковки общей площадью порядка тысячи квадратных метров. Имеющиеся приведут в порядок. На всей улице обновят газоны, заменят более 400 люков инженерных коммуникаций, установят пешеходные ограждения, новые дорожные знаки, светофоры и нанесут разметку. Специалисты начала ремонта оценивают положительно. Работы ведут в соответствии за графиком. И даже сложившаяся ситуация сейчас с коронавирусом не мешает производству работ. То есть работы ведутся по графику с соблюдением необходимых санитарных норм между людьми. Работы ведутся по погодным условиям. В настоящее время по фрезерованию на одной половине проезжей части. Особое внимание городские власти уделяют ремонту тротуаров. Улица проходит через всю историческую часть Самары, поэтому их конфигурация на разных участках будет разная. Учтут не только технические параметры проезжей части, но и пожелания горожан. Ведь зачастую подъезды домов здесь выходят не во двор, а на улицу. По каждому зданию примут индивидуальное решение. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События.